Всем привет дорогие друзья, с вами Маусикс и сегодня как вы поняли гайд у нас будет по Блэк Принцу. Начнем как всегда с истории, то и выпускалась данная машина с 43 по 45 год, а вообще она была улучшенной версией Черчилля с более широкими гусеницами, потому что на обычных Черчиллей не ставилась 17 фунтовая пушка из-за того, что шасси было слишком узким, но тут как мы видим шасси расширено и пушка вместе с новой башней прекрасно становится. Прототипов было сделано немного, некоторые были отправлены на фронт, но все же в боевых действиях не поучаствовали. А после войны, когда уже техника не пригодилась, проект Центурион 1 был более перспективным. Данный танк есть в игре, уже не буду о нем рассказывать. Ну что же, перейдем к модулям. Что нужно сюда ставить? Досылатель, потому что танк скорострельный и ДПМ здесь просто решает. Приводы, потому что опять же танк скорострельный и сводиться тоже нужно быстро. Ну и вентиляция, чтобы поднять все его характеристики. Итак, перейдем к перкам. Командир, значит, лампочка. Здесь механик-водитель-наводчик. Все на стабилизацию, чтобы танк опять же сводился быстрее. Радист на обзор. И здесь нужно поставить отчаянный, чтобы перезарядка, опять же, если мало хп, была еще быстрее. Вторым перком везде ставим ремонт. И третьим боевое братство. Ну что же, проверим его в бою. Ну вот мы в бою. Как вы видите, баланс в нашей игре просто идеален. Ну, по количеству тяжей и ПТ в командах. Ну ладно, не в этом суть. Сейчас у нас главная тема Блэк Принц. Ну и что же могу сказать о танке. Ну вот, как вы видите, по скорости он, мягко говоря, не очень. То есть он еле едет. Поэтому геймплей на нем не очень. Потому что я бы не сказал, что он не нагибает. В принципе, как танк Блэк Принц очень даже хороший. Дамажить на нем можно. Вот в таком бою особенно. Это просто рай для этого танка. Но геймплей не обещает быть интересным. Потому что скорости нет. Пушка а-ля Е25. Только перезаряжается чуть подольше. Ну что могу сказать. Вот такой вот медлительный геймплей. Извиняюсь, если видео получится немного скучным. Но я хотел бы показать именно суть всего. Суть этого танка. Поэтому я ничего не перематываю. То есть вот так вот медленно он едет. Я даже включу камеру. Ну, как вы видите, вот даже премиум танчик, который давали за ЛБЗшку. Вот он приехал, уже стреляет. А мы только приехали. Пушки, насколько я помню, идентичны. Значит, вот. Стреляем. Ну и... Вот здесь. Тут я случайно попадаю в союзника. Я думаю, что это часть модели простреливается. Ну... Союзник мне все же отвечает. Ну и ладно. У меня на косячу, в принципе. Я этого заслужил. И это мне не поможет. Точнее, не помешает в бою. Ну, как вы видите, меткости ему вполне хватает, чтобы вот так вот перестреливаться. Ну... На Е25 она быстрая. Там хотя бы можно маневрировать, как-то объехать, заехать в кусты, там, подвигаться. А на нем он не способен на такое. На нем просто встать вот так вот и долбить. Долбить и еще раз долбить. Ну, в принципе, это отличительная черта британской техники тем, что они ДПМные, меткие. Нет, ну черта-то хорошая, согласен. Ну, особенно на СТ-шках, ну... Ну, чаш вот такой вот, когда стоишь просто и долбишься в одно место, это... Ну, как я уже сказал, он не то чтобы не нагибает, но играть на нем не очень интересно. Я откатал на нем 30 тысяч опыта и просто подзабил на этот танк. Вот этот бой был как раз-таки, насколько я помню, X5, потому что просто так решил выкатить. Вот, смотрите, мы стоим на одном месте и просто пробил, не пробил, пробил, не пробил, ну... В принципе, картошка сделал британцев, ну, давай им фишку своей нации, но на них не очень интересно играть. Вот даже на том же Иссе, на нем... На нем, в принципе, тоже из-за отсутствия брони вот так вот надо стоять и долбиться. Ну, пробитие там тоже аналогичное. Хоть он не такой метки, там надо подъезжать немножко поближе, но там альфа 390. Ну, а здесь вот так вот просто стоишь. Как ни странно, он у меня еще и танкует, но это потому что семерки и потому что у противников не особо много рук и не особо много голды. Обычно этот танк шьется налево-направо, поэтому вот так вот просто постоять и потанковать, как я здесь это делаю, не получится. Вот, пришла наша пора ехать. Ну, как вы видите, опять же, нас тот же ИС обгоняет. Ну, тут включу свободную камеру. Ну что, в оригинальной там у меня были какие-то косячки. Ну что же, заезжаем на горку. И вот, кстати, наш противник ИС. Сейчас он здесь засветится. Ну и посмотрим, как он будет противостоять аналогу. По ХП у нас небольшое превосходство. Но по ДП ему ИС нас превосходит. Так, значит, вот. Сейчас он бахнет. Опять ему не повезло, он промазал. Промазал. Я тоже промазал, но он отвернул башню, и это была его главная ошибка. Если бы он сейчас на меня упоролся, возможно, было бы что-то получше. Его с базы прикрывают, он не долбит. Ну, так вот. Стреляем у него. Остается 40 ХП. Ну и вот так вот на горочке стоим. Я получаю, остается 28 ХП. Сейчас на этом танке вообще лучше ничего не делать. Стать в кусты и просто не двигаться, потому что светится. Ну как, маскировки у него особенно нет. Это тяжелые танки. В принципе, это неудивительно. Вот стреляет арта, не попадает. Вот, значит, я думаю, что я вышел из засвета. Ну и потихоньку выезжаю. Стрелять-то надо. Значит, вот светится наш противник, который у нас стрелял. Стреляем, промах. Ну я немножко не досвелся. А нет, полностью досвелся, просто не повезло. Ну вот, опять же, танк на таком здоровом расстоянии и прекрасно попадает. То есть меткости, чтобы сидеть в кустах, хватает. Ну, в принципе, я бы не сказал, что это особо ПТ, но, как на ПТ, на нем играть можно. Особенно, когда остается 28 хп. Вот здесь, кстати, помогает, опять же, тот самый перк отчаянный. Увеличивающий ДПМ. Поэтому я его и вкачиваю, что у меня в таких ситуациях очень много встречается. Лишний ДПМ вот так вот посидеть в кустах, он никогда не лишний. Значит, вот мы оставляем ему 5 хп, его добирают. Остаются 2 сушки. Я не знаю, с чем я туда смотрю. Значит, мы потихонечку подъезжаем. Значит, то есть ушки я не вижу, ее убивают. Арты я тоже не вижу. Ну, просто так. А вот сушка выезжает. Значит, вот ее уже мы можем покидать. Раз. И она закатывается. Ну, то есть вы поняли, что из себя представляет танк. Медленно ездит, быстро стреляет, хорошо сводится. Броне. Ну, в этом бою как раз у меня получилось потанковать. Но, в общем, на его броню не надеть. Он практически не танкует. Борта у него вообще картонные. И танковать что-то бортом, разве что под дикими углами. Потому что... Ну, борта у него так себе. Всем спасибо за просмотр. С вами был Maosix. Оценивайте, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока. И до новых встреч. До новых встреч.